Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в Магнитогорск. Всем доброе утро, хорошего начала дня. У нас такие перепады температур с минуса 23 на минус 10, теперь минус 4. В общем, как-то так. Ну так прям морозенько, даже при минус 4, видать, влажность какая-то или что-то. Я не знаю, что влияет на погоду и на ощущение этой температуры, я даже не знаю. Но холодно, или то, что я из дома вышла и села в холодную машину, и что-то как-то так некомфортно, вообще некомфортно. Я сегодня целый день пройду до 6 часов вечера на учебе, на тренинге. Поэтому у меня сегодня будет такой день полезный. Буду, в общем, развиваться, развиваться. Жизнь не стоит на месте, нужно развиваться. Пусть у меня вот в таких вот серьгах. Красивых как он. Макияж, я думаю, что вам все видно. Парфюм Аббит. В сумке, кстати, с собой тоже есть от Мэри Кэй. Вот такая вот красота с утра встала. Собралась. Накрасилась, подняла себе настроение. И, в общем-то, уже еду на тренинг. До 10 часов, уже полдесятого. Так что сейчас быстренько доеду и пойду на учебу. Вы думаете, куда можно попасть после обучения? Это в магазин, как говорится. Ну что, я купила горошек. Взяла вот такую вот икру. Для того, чтобы, в общем, на бутерброды. Мне нравится, кстати, она. Попробовать взяла сливочный грибной соус. Вот такой буздякский. Или как-то по-другому считается, не знаю. В общем, сливочный грибной. Интересно. Крабовые палочки. Взяла голень на завтра, чтобы изготовить. Масло олейную. Тут эти оладушки. Мандарины. Мандарины, конфеты 35. И бананчики. И еще я забежала в аптеку. Купила Насте вот такой геломертол. Это, в общем... Ну, в общем, вы читаете, видите. Врач прописала. Не у нас, пока, в общем-то. Вот я его приобрела. Ну, все. Сейчас буду это все разбирать. И что-нибудь сама пойду. Всем доброе утро. А у нас уже добрый день, как говорится. Знаете, чем я занята? Я вам показывала, что покупала вот такую большую упаковку из кафе Голд Бориста кофе. Конечно, из нее пользоваться вообще нереально. И все, вот у меня все, что последнее осталось, я вот пересыпала, оставляла вот такие вот банки после кофе. Кстати, вот это, если абстрагируется, это, конечно, я пересыпала, чтобы было удобнее пользоваться. Но по надписям, по наклейкам, я имею в виду вот это White Premium Quality кофе. Была такая крепкая, с горчинкой. Корея. Мне, кстати, понравилось. Предел где-то 400, что ли, с чем-то рублей вообще вот такой вот кофе продается. Грант, Крубон, Прон, не знаю. Может, неправильно. Кстати, вот это мне тоже кофе понравилось. Оно такое более мягкое, не такое насыщенное, но такое приятненькое. Ну, в общем, все. Наверное, из такой упаковки вот таких баночек у меня получилось. Вот сколько? 400 грамм, тут по 100 грамм. Ну, 4 банки, да? В общем-то, удобно все-таки покупать большими, а потом пересыпать. Ну, ничего не так, кофеманы. А, я же вам еще показывала, я большую вообще в коробке упаковку купила кофе. Но как буду ее открывать, вам обязательно покажу. Так, ну, а тут у меня заказали, дети сказали, чтобы я ножки пожарила. Ножки, в общем-то, жарятся. Это я их делала в аджике. Здесь у меня в этой таповой, в рисоварке я сварила булгур. Осталось только масло добавить и посолить. В общем-то, я перед тем, как масло добавлю и посолю. В рисоварке не добавляю соль, когда готовлю, а вот когда уже горячее. Когда сготовится, я солю. У меня в рисоварке, видите, отвалились. Ручки были такие, сюда закрывались. Ну, в общем, от того, что много раз туда-сюда или, в общем, мне помогли. Дети могут ломать эти ручки. В общем, сначала одна отвалилась, потом вторая. Но, тем не менее, это не мешает процессу готовки. В общем, я готовила это в микроволновке. Вот. Ну, в общем, вот такие вот у меня сейчас дела проходят. Ну, в общем, скоро будем уже, получается, обедать. Значит, там пока математика занимается, она хоть и на больничном занимается, математикой, геометрией. А я, в общем, плавненько готовлю обед. И ждем потом. Илюшка сходит там после школы позаниматься и придет уже домой. Будет тоже кушать. Ну, в общем, как-то так. Смотрите, какой салат можно сделать по-быстрому. Если у вас есть, ну, квашеная соленая капуста, вкусная, я имею в виду, которая, то вы в нее добавляете лук, крабовые палочки, свежий огурец и масло подсолнечное. И вот такой вот салат быстро получается. И все. Очень быстро и вкусно, и полезно, самое главное. Так, тут у меня греется. Тут у меня уже салат готов. В общем, сейчас в духовке позже будет готово. Ой, выезжает. Ой, мы запотели. Здесь картошка с приправами, с луком, с майонезом, с чесночком, даже там с зеленью, с сыром. Это будет готово уже позже. Так, всем приятного аппетита. Кто-то, а кто-то это я, забыл, что делается картошка в духовке. И ла-ла-ла-ла-ла дальше. И она чуть-чуть подзапеклась сверху. Но зато приготовилась хорошо. Это в Икеа я покупала этот противень такой стеклянный. Ну, в общем, как-то так. Аромат такой вкусный. Тут у меня в большом таком блюде будет сейчас селедка под шубой. Сейчас тут лук. Ну, в общем, как обычно, селедку кто как делает. Кто-то добавляет еще яйцо, кто-то добавляет морковь. Но у меня сегодня будет без морковки. И яйцо сварено будет сверху, украшено. Свекла, картошка и селедка. Вот такая вот вкуснятина получилась под шубой. И с вот такой вот серединкой тут в виде украшения. Всем приятного аппетита! Меня просили показать, в каком сейчас состоянии находятся мои орхидеи. Самые большие орхидеи я все поставила на один подоконник. Это подоконник на кухне. Сейчас ни одна не цветет. И пока не планируют. И что-то пока я стрелок не замечала. Здесь у меня в горшке вот эти две детки, которые так вот сидят, особо не разрастаются. Ну и вообще это орхидеи, которые такие, знаете, ну вот как-то коротколистные, в общем-то мелкие. Вот здесь у меня все так же сидит вот эта детка, сколько уже очень давно воздушных корней не появляется. И поэтому никуда я ее ничего не отсоединяю и не пересаживаю. В общем-то все они у меня пересажены. Все вот в таких вот, кроме этих двух, в стеклянных горшках, вы видите, в стеклянных прозрачных горшках. Вот так что вот сейчас у меня вот такой островок зелени здесь. И сейчас покажу на другом подоконнике. Там у меня стоят маленькие. Другом подоконнике у меня вот здесь вот четыре менички. И одна орхидея, это вообще крупная, но она пересажена в маленький горшок, потому что она себя что-то как-то не особо хорошо чувствовала. И я ее посадила в мелкий как бы горшок для того, чтобы корни лучше доставали до влаги. Что хочу сказать, здесь мох и все такое. Ну, в общем, объем небольшой. Здесь батарея и отопление, само собой. И поэтому надо прямо следить. И часто-часто, в общем-то, опускать воду. Мох немножко зеленеет, но не скажу, что... Я, конечно, немножко забываю, само собой. Вот, ну, в общем, надо больше времени на все. Ну, стараюсь максимально, чтобы это все было в достойном виде, как говорится. Но здесь тоже менички ни одна не дают стрелку, поэтому у всех, в общем, зима. У всех зима. Здесь самое главное, вот эту орхидею, чтобы сохранить. Ну, тут за все это время пожелтели и посохли два вот этих листа. Я их вообще не трогаю. А здесь, видите, потерян турган. Тургар. Ну, дренаж вот этот вот здесь, в котором сидит она, это... Вот эти вот. Вот это вообще убрать. А зачем ты ее присыпаешь? А, я ее, наверное, к это крепила. В общем, это все надо отрезать. Здесь получается, что влага не держится. И, может быть, из-за этого, может быть, нужно будет заняться пересадкой. Ну, вот так вот все, в общем-то, собственно говоря, в план. Это выброшу, это не надо. Ну, в общем, как-то так. Вот у меня тут нарисовала вот такой вот рисунок. И учительница по ИЗУ собирает работы для того, чтобы повесить их в школьной галерее, школьная выставка. Я говорю, надо еще подписать. Я тут волосы окрашиваю плавно. И, в общем, он говорит, мам, сними, а то завтра я уже сдам работу. И, в общем, она их потом не возвращает обратно. В общем-то, Новый год скоро оказывается, да? Это у тебя апельсины. Мандарины. А, это мандарины. И елка. Ну, это сосна, можно сказать. Сосна, ну ладно, отлично. Или пихта. Супер. Подписывай, иди, подпиши, вот здесь в уголочке где-нибудь. Пиши сайф, Илья. Да. Вы этот день провели вместе со мной, и я вас поднимаю очень крепко. Целуем с ним. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова